Мы не просто так оказались на берегу залива. Здесь, в Нижнегорском районе, присевашье, пасется, пожалуй, одна из самых больших отар-овец в Крыму. Но говорить в программе мы сегодня будем не только об этом, но еще о тех добрых делах, которые совершает наш герой на благо родного края. Порой мы так сильно хотим изменить что-то в своей жизни, что резко меняем место жительства, профессию, расстаемся с близкими и спешим куда-то, где, как нам кажется, и небо голубее, и море теплее, и сыр из овечьего молока вкуснее. И осознание того, что менять нужно не обстоятельства, а себя в них, приходит поздно или не приходит совсем. Наш герой с самого начала поверил в будущее того места, где родился и вырос. Для него нет ничего роднее и ближе Нижнегорских степей. И именно здесь он решил заниматься разведением овец. 20 лет назад у него появилось 200 голов, потом со временем было и 6 тысяч, сейчас чуть меньше. Но дело живет и развивается, планов по расширению много. А главное, что значительная часть всех доходов от овцеводства идет на помощь людям, на строительство храмов, на восстановление исторических памятников и на улучшение ситуации в животноводстве по всему Крыму. А если это так, значит в этом и есть простое деревенское счастье такого непростого человека. В детстве все ребята занимались, кроликов разводили, бычков держали, хозяйства держали. В каждом селе был колхоз, было чем кормить, были сады, были огороды. И дома, и в колхозах после уборки можно было всегда собирать яблоки на зиму. Много заготавливали, чтобы и скотину кормить. Я не знаю, кто бы сказал, что я прожил в селе и ничем не занимался, читал книжки и рисовал. Таких, наверное, ребят нету, там, где я рос. Вырос в Емельяновке, учился в Емельяновке, в Нижневоргском районе, села Емельяновка. Там закончил десятилетку учиться, ушел на мясокомбинате учился. Потом призвался в армии, служил в Москве на Дальнем Востоке. У нас в Емельяновке только 11 тысяч скота было, племенного КРС. Емельяновка рыцем занималась и скотоводством занималась. Такое достаточно богатое было село. Так получилось, я в свое время приобрел 200 голов и развел их до 6,5 тысяч. И здесь, на Севашах. Так случилось, что пришлось некоторую часть реализовать. Ну и хотел закругляться. Но решил, что надо развивать все-таки овцеводство будущее. Все-таки шерсть, молоко и мясо. Я вам покажу еще задумки свои, где у меня есть на таку амбар шатиловский. Там мы будем делать мини-молокозавод, сыры, брынзу. Есть желание и большое желание. Сейчас ведем переговоры с министром сельского хозяйства Рюмшином. Приезжали из Калмыки, хотим завезти сюда нетелей. Молодых телок до 600-800 голов. Если будут у нас телки, значит у нас будут молодняк, будет молоко. Будут рабочие места, будут доярки, будут скотники, будут трактористы. О том, насколько овцеводство все-таки непростой труд, мы узнали практически сразу, как приехали на берег Севаша. Понятно, что вот они, овцы, гуляют, наслаждаются погожим деньком. Однако, чтобы обнаружить такую совсем немаленькую отару, нам пришлось постараться. И даже бинокль помог не сразу. Там, на островах они, где трава вкуснее, крикнул нам Чабан и задал направление к поиску. И можно только представить себе, что еще, кроме выпаса, необходимо для овец и овечьего счастья. Ход за овцами нужен довольно-таки простой. Самое главное, чтобы у них была подстилка сухая и корма. И если зима не заметет снегом, то практически мы постоянно пасем. Ну, подкармливать надо обязательно, потому что если не подкармливать, ячменем или церковь, или сеном, потому что тяжело тоже в цепи найти корма. Бывает и гололеды, бывает, замерзает все тоже, копытом не разобьешь, ничего. Овцу ничем не накормишь, ни химией, ничем. Она вот питается здесь по Севашам, ходит на экологически чистую траву, полынь, чабрец, все тут есть. Все, тут около 170 видов трав на Севаши. Вот, и достаточно овцы. Нам хватает пастбища, мы заготавливаем на зиму сено, вот, и солому для подстилки. Не сильно лютые зимы, бывают и холодные зимы. Но овце с дождью, грязью, слякоть ей не страшно. Лишь бы только сквозняка ей не было. Пришла осень, надо чистить кошары, навоз весь выгортать, вытаскивать. Трактор 170-ку прогонять надо. Навоз убирать, подстилку делать на зимовку готовиться, базы перебивать. Хотим сейчас приобрести электропастухи. 100 гектар электропастухов. У нас есть здесь свет, мы провели, спасибо, я говорю еще раз, Российской Федерации, что разгрешили. При Украине не разгрешали свет. Сейчас, пожалуйста, проект сделал, вот у нас свет. Все кошары освещаются, а кот прекрасно проводить. И ночью прожектора горят. Вот так что я только за. Ну, волки дают нам, конечно, жизни очень много. Но сегодня нашел, как с ними бороться, это мой уже секрет. Не будем раскрывать его. Потому что уже в этом году больше 40 штук. Это еще молодые волки. Мать натаскивает молодых волков на ягнята. И у нас в такой период бывает много потерь. Но мы стараемся их избавляться, волков, потому что и волкам кушать что-то надо. С работниками сегодня тяжело, как не только у меня одного предпринимателя, но и у каждого сегодня предпринимателя. Сегодня такие предприниматели, которые сами садятся на трактор, и пашут, и сеют, и все, потому что нет людей. Сегодня уже зарплата 30 тысяч, для людей это уже не деньги. Хотят больше и хотят сегодня. Вот, где не отработал, надо отдать. Не отдал, он завтра не пришел. Все. Ему надо сегодня и сейчас. А бывает такое, что дал, напился, не пришел. Не знаешь, что делать. Не знаешь, как выйти с этого положения. Находишь людей, нанимаешь плоти, чтобы... Это же не техника, что загнал в гараж, спрятал, закрыл и все. Это скотина, ее надо кормить. Я знаю всех, как говорится, все трудности наших предпринимателей, особенно животноводов. Их сегодня очень мало осталось в республике. Я искренне этих людей уважаю, кто занимается скотиной. Это самый тяжелый на сегодняшний день труд. Хоть и говорят, что выпустил овец, попас, и все нормально, жизнь отладилась. Нет, неправда. Их прокалывать надо. Вот сейчас с первого числа будем запускать баранов, осеменять, чтобы получить приплоды. Придет зима, весной ранее начнется окот, мартовский, апрелевский. Вот тоже надо будут люди, чтобы принимать это так вот. Работы очень много. Ну, если бы все бы хотели бы хоть немножечко, в каждом районе держали бы по 5-6 тысяч овец, конечно, это был бы плюс республики нашей. Возможность расширять свое дело у нашего героя есть. Здесь, на берегу Севаша, за эти годы была создана хорошая база для овцеводства. Несколько загонов, кошары, поблизости питьевая вода и даже свой настоящий рыцарский замок, где живут чабаны и гости, которые приезжают на охоту или просто отдохнуть. Приезжали ко мне люди сюда, на овцеводство. Все довольно-таки серьезные, при Украине. Доводилось то, что на поддонах или там на ящике, или на какой-то столик накрывали стол, резали барана и гуляли. Ну, думаю, почему бы и нет. Ну, почему этот Севаш должен быть голый? Построили замок, придумал себе за головы, шагами размерил, колышко набил и строил. Вот и все. Ну, был какой-то архитектурный план? На колени. Нарисовал по кубикам, тетрадка в арифметику и все, вот весь план. Это, наверное, мальчишеская мечта о рыцарстве. Ну, я думаю, что у каждого мальчишки есть своя мечта. Я считаю, что я свою мечту исполнил в своей жизни. Поставил памятник Пётру Петровичу Ласе поисторически. Есть там турецкая крепость Насыпь. Тоже нашли в Севаше памятник ихний, вытащили его. Чалма на камне вырублена, 12 витков. Ну, может быть, 12 святых. И все-таки про Иисусе Христе 12 святых было. Может, и про мусульманах 12 святых было. А что это было за событие? Это был бой. Это Пётр Петрович Ласе дважды освобождал Крым от турков. И он заходил через Севаш. Ну, замка такие хорошие задумки. Он двухэтажный. И третий, и четвертый этаж – это смотровая площадка. Там есть погребок, где зимой квашеные огурцы, помидоры, рыбочковые. Все в бочках солен для себя, для своих нужд. Ну, и для гостей. Ну, а как огурцы с капустой без самогонки? Они не сочетаются. Нужно поработать ли самогона. Чтобы, как сельский вариант. Вода подведена сероводородная сюда. Будем делать купели сероводородом. Будут с подогревами, как в Карпатах, я видел. В Европе много подогревают дровами. Газа у нас здесь нет. Будем на дровах. И можно приехать в сероводороде покупаться. Водичка хорошая. Замечательно. Да, ее можно пить. У нас вот овцы ее пьют. Она самоизливом идет. У нас даже овцы не болеют. Нет у них там легочных заболеваний. Даже будем так говорить. И печеночных. Так что вода некоторые люди набирают в канистры. От желудка пьют. От отжоги пьют. И она помогает. Это правда помогает. Возле сероводородного источника несколько лет назад нашим героям была сделана купель и построена часовня. Где в дни православных праздников проводятся службы и собираются прихожане из окрестных деревень. Милостью Божией Господь нас не оставляет. На нашей стороне Крыма появилась святынька несколько лет назад. Вот видите. Часовенка и купель. Часовенка освящена в честь Казанской Божьей Матери. А купель нашего Луки Крымского. На данный момент мало людей, которые помогают храму. Но милостью Божией Господь управил. Так что есть такой человек у нас. Виктор Ирославович. Который помог нам в этом деле. Возвел такую красоту. На радость нам людям. Ну и вон. Крещение здесь очень много народа. Очень до двух тысяч народа бывает. Вот. Даже приглашаю сейчас. На крещение к часу дня. Милостью просим. Дорогу нам 800 метров будем отсыпать щебни. Щебни уже закуплены. И уже на территории у меня на базе. Немножечко сейчас осенние работы закончатся. Посевы. Потому что это самая главная не дорога. А главное сейчас посевы. Уже как отец Вадим сказал. Проглашает. Он уже приглашает на крещение. Я также приглашаю людей. Раньше была проблема добраться. Вода была. Заливала все водой. Грязь. Люди шли в сапогах. Пакеты одевали. Но я вам обещаю, что дорога будет к крещению. Пускай каждый приедет и смоет свои грехи. И пусть каждому Бог помогает в этой жизни. И также будем молиться за наш район. И это далеко не единственное благое дело среди всех, что совершил наш герой. Благодаря его помощи в Нижнегорском районе появилось несколько храмов в разных селах и в самом районном центре. В том числе и часовня в местной больнице. Безусловно, не только физическое здоровье, но и духовное здоровье важно для нас, для врачей. Потому что это тоже залог нашего успеха. И много, конечно, за эти пять лет произошло положительно в нашей больнице. Произведены куча ремонтов, капитальных ремонтов, закуплено новое оборудование. Но одно из таких знаменательных событий, которое произошло в прошлом году, это было завершено строительство нашей часовни. Конечно, средства на постройку этой часовни государство выделить не может, не в состоянии. И это было сделано за счет пожертвований Павлева Виктора Ярославовича, который занимается овцеводством успешно достаточно в нашем районе. И, естественно, вот эти пожертвования только позволили нам на территорию больницы выстроить вот эту часовню и дать нашим пациентам возможность и духовного очищения, и духовной поддержки. Что очень важно в лечении многих заболеваний. Часто проезжаю в больницу, доводится помогать и людям, и с аварией друзья попадали сюда, и все. И вижу, как люди страдают, негде плакать, под деревьями стоят, рыдают за своими близкими. И возникла у меня такая мысль построить часовню. Наши делали ребята у меня в столярном цехе, были станки, делали сюда иконовую крымскую, наверх сделали иконовую крымскую. Проект придумал сам, кресты вот эти вот все. Все это кирпичу почти больше 150 лет. Это шатиловский кирпич, были разобраны старые конюшни, там из этого кирпича каждый был обточен и положен. Мы ее в течение... Как много помнят эти кирпичи. Мы в течение шести месяцев ее возродили и поставили эту часовинку Луки Крымского. Усадьба помещика Иосифа Шатилова в селе Цветущем теперь тоже в числе добрых начинаний нашего героя. В 19 веке эта усадьба, благодаря ее хозяину, ученому и агроному, стала центром развития сельского хозяйства в регионе. После революции здесь располагалась районная контора. Во время войны немецкий полевой штаб. Потом поместье долго оставалось без должного внимания и постепенно разрушалось. До тех пор, пока не возникла в мыслях нашего героя еще одна мечта – восстановить то, что было почти утрачено. Наверное, сам случай помог. Вы понимаете, вот, скорее всего, это ничего не дается нам в жизни вот просто так. Да, это вот может где-то, естественно, конечно, помощь Господа, потому что, может быть, посмотрел, что человек сильный, человек очень сильный духом, он хозяин. И, естественно, усадьба, в каком она была состоянии, это надо было все увидеть. И ничего не нарушив, создавая ее и восстанавливая, вот, наверное, придерживаясь вот тех, того, наверное, с чего вот начиналась эта усадьба. Иосиф Николаевич сам, когда приехал сюда молодым парнем, он развивал сельское хозяйство, он всю жизнь провел к земле, писал свои научные работы. То же самое восстанавливал, да, вот он же приехал и нам восстанавливать наш степной Крым. И мне кажется, что эта энергетика его, наверное, передалась Викторе Ярославовичу, потому что он вот прямо вот смотрит, наверное, глазами вот прежнего хозяина. Были проблемы, были сложности, чтобы это узаконить, чтобы это, ну, правильным путем идти. Мы уже перекрыли крышу, восстановили. Сейчас постелили полы, потолки, позакрывали перегородки много. Здесь было 8 каминов и внизу, на первом этаже и на втором. Вот, ну, по мере возможности поступления денег, так как у нас питка одна, подпитка денег одна, овцеводство, вот, ну, лажаем, допустим, не в квартире в Симферополе, не в Ялте, а лажаем в свой родной, как говорится, в свой родной район. А чем занимался Шатилов сам вот в этой усадьбе? Ну, Шатилов, он сельскохозяйственный был, как бы, работник, он штатский советник, он преподавал даже в Москве, он собирал, большую коллекцию птиц собирал, вот, занимался сельским хозяйством, так же сам и занимался овцами, занимался садоводством. Вот почему, говорят, есть шатиловский овес, он же есть, это все-таки Шатиловский. Лесополоски, это Шатилов первый садил здесь, еще до революции, садил лесополоски, чтобы чернозем не выметал, ну, не выметал ветер, потому что это степи были, в Изобильном построены, там амбар прекрасный, амбар мы тоже хотим его восстановить, довести до ума и что-то сделать историческое, хотя бы сохранить, чтобы не, как говорится, не мешать, не можешь делать, не мешай, вот, а у моей задачи, чтобы не растянули, хотя бы сохранить. Один из домов усадьбы уже восстановлен и часто принимает гостей. Например, уже несколько лет подряд здесь проходят пленеры крымских художников, которые приезжают писать рассветы и закаты в Пресевашской степи. Есть в планах по развитию усадьбы и другая составляющая. Разрабатывается способ вновь наполнить водой здешние колодцы и старый пруд. В Нижнегорском районе сегодня с водой как бы хорошо для Нижнегорска. Есть вода, мы пьем, но мы не можем не давать воду, допустим, под Нижнегорска качают насосы. Мы сегодня поем Нижнегорск, Керчь, Феодосию, Судак. Ну, для Нижнегорска это, конечно, проблема. Если выкачают всю воду, у нас ее не станет. Это все знают предприниматели, садоводы, овощеводы. Вот, допустим, даже этот наш колодец, он всегда был полный с водой. Сегодня, вы видите, он пустой. Вот. Для нас это большая проблема. На всякий случай я бы хотел, чтобы руководство Крыма обратило внимание на Нижнегорский район, так как я переживаю за Нижнегорский сам, как говорится, производитель. В степном Крыму воды не будет, это будет просто пустыня, полупустыня. И хотелось бы сегодня, чтобы обратили внимание на это. А какие-то есть пути решения этого вопроса, на ваш взгляд? Ну, у нас есть еще и подземные воды, потому что вот через Нижнегорск протекает река и Карасевка, и Салгирь. Вот. Я хотел бы, чтобы наука внедрила свои, ну, как, способности. Как-то наука исследовала этот вопрос? Да, где можно еще параллельно брать воду. Ну, придет то время, что обязательно Северокрымский канал заработает. Невозможно без Северокрымского канала существовать. Да, существовать мы будем, никто не умрет, все будем жить. Ну, чтобы развивать обширное сельское хозяйство, выращивать кукурузу, выращивать рап, сою, подсолнечек, всем нужна вода. Да, как, ну, в воде заключается жизнь каждого человека, каждого животного. Ну, на территории здесь колодца, 12 гектара, это пятый колодец. Был колодец возле конюшни, был колодец возле дома, даже двойную им пользовались. И после войны, вот, соседи рассказывают, здесь бабушка вот умерла буквально полгода назад, ее мама здесь работала в этой усадьбе, служанкой. В этой усадьбе зимовал Манштейн, полковойец немецкий. Да, в годы войны. Вот, руководил фронтом на Севастополь наступление и на Керчь. Вот, и три колодца было в саду. Было здесь озеро, есть перспективы, мы тоже восстановим это озеро, вычистим, сделаем озеро, оно будет. Смотрим, стригем, амброзию убираем, как обычно. Вот, есть доброжелательные, воруют эти туйки. Вот, при въезде сюда с усадьбы, все полностью были высажены туйки. Их съели коровы, село гонит коров, ну, едят туйки. Ну, что ты будешь им делать? Вроде бы и не съедобно. Вкусные туи. Они посадили березы, берет березу обламывает и гонит корову. Она не понимает, что это береза. Такие у нас бывают люди. Вот такая у нас ситуация. А что в будущем вот с этой усадьбой? Что хочется сделать? Я думаю, что, так как я сельхозпроизводитель, сегодня большие есть планы на маслоэкструкционный завод. Масло будем давить в Нижнегорске. Рафинация, дезаторация масла. Маргаринный завод будем ставить. Кетчуп и майонез. Это все как бы уже вот-вот-вот, уже, как говорят, с дня на день будем начинать строить. В течение года полтора мы его построим. С командой есть. Москва помогает, спасибо Господу Богу. И все мною заработанные деньги будут именно сюда все вложено, чтобы это осталось после меня и после-после, чтобы оно сохранилось. История должна жить вечно. Как и память о тех делах, которые помогают развиваться Нижнегорскому району и всему Крыму. Так, например, с увеличением отара овец появится возможность заниматься и другими направлениями животноводства. И обязательно вкуснее будет сыр, сделанный в родном краю. И овцы – это наше хозяйство. Я горжусь этим. Я 19 лет занимаюсь овцами. Вот это уже 20-й год. И нет желания у меня их забросить или продать. Наоборот, хочется построить новые кошары. Ну и благодарю тоже руководство Крыма. Все-таки при Украине дотации не было. А сейчас дали дотацию. Все-таки полтора миллиона. И дают дотации. Почему? Потому что у нас матки, 1800 племенной матки. Это самое сильное хозяйство, наверное, в республике. Потому что я был и в Краснодаре, был и в Ставрополе, и в Пензе. Ездил за баранами, привозил племенных. Посмотрел на их хозяйство, на свое. Все-таки я доволен своим хозяйством. Если их хозяйство 800 голов, они гордятся, то у меня их сегодня 3,5 тысячи. У меня вот здесь 2 тысячи маток идет сейчас. Я был на Украине, в Карпатах. Специально ездил, смотрел сыроварни. Довольно такие простые сыроварни. Намного простые изобретать. Но был в Израиле, смотрел сыроварни. Хотелось бы мне равняться на Израиль, а не на Карпаты. Там полторы тысячи. В дойных маток доят все аппаратами по 3 тонны молока утром и вечером. Вот у него прекрасная сыроварня, импортная, хорошо. На такую буду равняться, такую буду стараться поставить. Овечье сыр, овечье молоко, оно приравняется к материнскому молоку. Вы прекрасно знаете. И сегодня экологически чистый сыр получить вы нигде его не получите, кроме как кассовцы. Я надеюсь, что мы будем марку держать хорошую. Не будем никаких добавок давать, потому что люди будут покупать деткам. Чтобы поверить в будущее развития того места, где ты родился и вырос, прежде всего нужно поверить и в себя. Знать, чего ты хочешь. Понимать, как именно ты можешь помочь тем, кто в этом нуждается. А дальше все просто. Трудиться изо дня в день. Любить и уважать этот труд. Родные Нижнегорские степи всегда ответят взаимностью. Тогда и вопрос со счастьем решится сам собой. Я здесь вырос. Я здесь пешком исходил. Мы пацанами ходили, на севаж пешком ходили, на велосипедах ходили. Знаете, все некоторые люди от гор удовольствие получают, от леса. А я от степи. Может, это кому-то и смешно будет, но мне не смешно. Если даже, видите, у нас даже собаки в лужах купаются. Вы такого не видели. Пасет, видишь, на службе находится. Вот такого цирка ни где не увидите. А я много был в Испании, в Италии, в Мадриде, на Мальте, на Крыде. Могу перечислять и в Китае, и в многих городах. Но все равно тянет на землю. Все-таки, что бы кто мне ни говорил, у меня есть возможность сегодня уехать жить, куда хочу. Но я все-таки решил здесь доживать свою старость и развивать по мере возможности район. восстановить усадьбу, запустить сыроварню, запустить завод, построить дорогу сюда, обязательно построю. У меня есть внук, у меня есть внучка, у меня есть дети, у меня есть семья. У меня все хорошо по жизни. Я благодарю Бога, что у меня хорошие дети, внуки, семья моя. Вот это счастье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова